всем привет смотрите какие скутеры около нас уже поставить который вы можете брать на прокат у тайлана тоже новый скутер купили мы его со скидкой 800 лир здесь есть и звонок у него и лампочка а вот этот самокат он тоже неплохой короче он меня не слушался я не помню я говорила об этом или нет он меня не слушался и знаете хотел сам переехать на нем через дорогу я его догнала и ударила самокат и сделал лишний растрат он не подлежит ремонту это мы сейчас его выкинем так идем мы покупать стоп рак и сажать будем цветы и еще мне нужно докупить горшки подвесные ну если тот магазин будет так где я покупаю горшки то мы их купим если нет куплю только топ рак пока рассажу то что есть потом дома с вами посадим цветы а цвет я купила безумно красивые кстати муж хотел ему купить которые на зарядке электрический но они двухколесные а мне очень удобно вы знаете вот на этом он со мной ходит на очень большие расстояния то есть если я иду пешком там например старый город церковь и и на этом я могу иногда его брать с собой то есть я считаю это очень хорошо это для него и спорт и в то же время он и воздухом дышит то есть и спортом занимается а на двухколесном ему пока еще но сложновато и я знаю что это будет по дороге периодически будут возникать какие-то проблемы у нас сейчас дойдем до мусорки этот наверное поставлю около музыки вдруг кому-то колесо надо я хотела кстати этот везде спрашивают видите как он поломался вот то есть колеса на них продаются а вот здесь и само крепление когда я его ударила сильно об землю и лопнула но если честно я в тот момент хотела реально избавиться от него смотрите какая яркая витрина я не помню с какой а солнце как раз помню сзади меня в приятного цвета джекет подняные брючки и вот такой вот смотрите свитшот и юбка кстати этот костюм очень даже классный это пути которые недалеко от нашего дома мы уже пришли домой смотрите обычно беру вот такой вот я взяла bio это здесь написано сто процентов органик ну это земля для посадки растений еще вот такой вот я купила тоже тоже органик и тоже для цветов но у меня всего два покажу какие я купила саксы забыл как называется вот такие а потому что я их хочу подвешивать они такого приятного синеватого лилового цвета наверное да лиловый же это будет мы сейчас не будем сажать ой как я люблю хорму не знаю но мне у меня муж всегда ругается я ее все равно себе покупаю но ем буквально одну штуку потому что потом у меня ужасные боли в животе в ней существует какая-то я забыла как это называется вот она вызывает вот эти вот неприятные боли в желудке как если с нами пожарю сначала тайланд безумно захотел рыбу пришлось идти в магазин мизгит это самое если вы будете в турции если вы захотите рыбы то мизгит это самая лучшая рыба для ребенка в ней нету вообще нету костей идеально белое мясо ну короче я хочу сейчас его паре ее порежу и наверное вот я взяла мы сыр муку мы сыр ну короче ладно в ней когда обваливаете то больше хрустящие получается ну так вот немножко и он поставлю в духовку пока тайлан хочет рыбу надо готовить и возьмемся за наши последую раз всем приветики сейчас я покажу какие цветы у меня есть и те которые мы в общем-то вы уже видели как что выросло и что я купила новое ела прям занюхивает за этими цветами если я что делаю не так вы можете указать мне в комментариях потому что я особо это никогда не занималась горячее мы когда-то жили у нас был дом и большой сад не очень большой неправда так вообще я люблю знаете все выложить дорожками оставить немножко места и в основном я вызывала садовника и садовник всегда за всем смотрел и так как то смотрите какие он дал посадить какие у него рожки да это такой как то суток он именно так растет было просто вот эта штучка помните я вам показывала и посмотрите как он разросся так это я просто хотела показать как это новый цветок я его пересадила когда принесла домой и вы знаете что то а вот цветы и не завяли вроде бы они распускаются но листики стали совсем вот если трогаешь от мягкие как сказать ну неупругие листья и и мне кажется что это тоже мне кажется что нужно немножко оголить саму луковицу потому что когда я пересаживала когда я купила луковица была оголена вот я думаю что вот это моя проблема сейчас я попробую вот так оголю луковицу чтобы она была побольше на поверхности да утрамбуем по бокам землю и конечно когда я пересаживала земля который там была была совсем прям как как глина очень-очень-очень влажная еще я купила вот такого цветочек он прям не переставая цветет прям цветет 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 и знаете сначала вот такие ярко-желтые цветы потом они становятся оранжевые то есть он расцвел давно и вот он находится в таком состоянии то есть цветы не засыхают просто меняют свой цвет то есть от желтого вот к оранжевого к оранжевого даже вот уже коричневатый становится тоже интересно так я вам показывала на базаре вот он мне приглянулся запах у него он очень хорошо пахнет не знаю как называть от цветов вот кто знает посмотрите а то есть вот смотрите сколько у него еще тут собирается зацвести цветов его вот нужно полить я его купила вчера в субботу смотрите это тоже был распущенный но он уже и на базаре в общем-то был как немножко уже такой подвяз подвязший да наверно как правильно сказать это я купила розы вы не представляете до этого я купила такие же розы то ли ветер был я не поняла куда делся горшок с розами все цветы стоят горка с розами нет я уже думал что может быть дети куда-то отнесли я спрашиваю там медли сайлин выбрали мои зачем они нам нужны мы не брали наверное от ветра улетели вот не знаю так интерес еще не так чтобы этот цветок как стоял с краю он вот именно что стоял как больше ближе сюда как ну внутри да получается но вот он как-то улетел но ничего я купила смотрите здесь желтая и розовая роза это такие как мелкий сорт специально для дома для балконов вот это я пока пересаживать не буду я вам вот такие вот цветы смотрите вот такой вариант такие как раз ногами показываю нереи виду смотрите какие-то яркие правда красивые вот они все все я вам показывала их когда смотрел в магазине потом все-таки я пошла и купила там еще появились я сегодня видела красивые красные вот это вот вообще милашность да а это как дети говорят на чесночок похоже не на луковки а на чесночки и и вот такие вот тоже разно разных цветов так ну и здесь вот это указано как их нужно сажать посадим вот такие вот красивые вообще потом потом я знаете как планирую то есть сейчас мы посадим поделим найти два отделения чтобы просто не пропали луковицы потому что их нужно посадить а потом я планирую счету купить саксы и туда мужем сделаем такие красивые комбинации сделаем то есть например вот эти цветы будут а вокруг мы посадим что-то еще такой плитущее до зеленая то есть будем комбинировать не просто будет как очень красиво и вообще считаю что так как когда комбинируешь цветы в одном горшке сразу несколько видов цветов мне кажется так они им комфортнее они лучше растут все мы с вами присыпали и нальем воды хорошенечко-хорошенечко полем их все заливаем я знаю что первый раз нужно хорошо 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 пролить до водичкой мне кажется достаточно потому что иногда я люблю перелить воду а потом у меня гниют как луковицы у меня так было с тюльпанами вы знаете они сами по себе начали расти а потом я один раз их перелила и они стали гнить вот 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 я думаю вам понравилось я потом обязательно покажу я пока повешу здесь она ну на террасу а потом уже уберусь к лету и перенесу это все на балкон но это мы еще обязательно будем сажать цветочки хочу чтобы у меня балкон в этом году был весь в цветах все всех люблю всех целую всем пока и до следующих видео пока